С вами Николай Пемненко в проекте Дата. Сегодня 11 декабря. Международный день гор в горных районах, который занимает около 22% территории мировой суши, проживает около 915 миллионов человек или 13% населения Земли. В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах федераций и покрывают более половины территории страны. Среди любимых горнолыжных и альпинистских зон одно из первых мест занимает Кавказ. И там обязательно нужно побывать, что я, например, делаю с огромным удовольствием. Сегодня Международный день танго. В день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого короля танго Карлоса Гарделя. Кстати, само слово танго появилось значительно раньше, чем сам танец. Изначально оно использовалось на одном из Канарских островов для обозначения, внимание, собрания для танцев для игры на барабанных чернокожего населения. Кстати, эти барабаны также назывались танго. Интересно, что танго было запрещено танцевать в Германии и России, что, однако, не помешало бешеной популярности этого танца. В 20-30-е годы 20 века в СССР оно считалось упадочным и мещанским танцем. Тем не менее, заигранные пластинки с мелодиями танго передавались из рук в руки. Эдакий рок-н-ролл того времени. Ну и сегодня этот танец не теряет своей популярности. Правда, не все умеют его танцевать. Ну а теперь о родившихся в этот день. В 1803 году в этот мир приходит Гектор Луи Берлиоз, французский композитор, дирижер, музыкальный критик и писатель. А в 1843 году Роберт Кох, немецкий врач, один из основателей бактериологии. В 1882 открывает возбудителя туберкулеза, а год спустя холеры. Впервые выделил чистую культуру возбудителя сибирской язвы и доказал ее способность к образованию спор. Нобелевский лауреат 1905 года в области физиологии и медицины. 1856 год, день рождения Георгия Плеханова, первого пропагандиста марксизма в России, философа, видного деятеля российского и международного социалистического движения. Входил в число основателей РСДРП газеты «Искра», автор работ по философии, социологии, эстетике, этике и истории общественной мысли России. В 1913 году родился актер Жан Море, писатель, художник и скульптор. В 1918 Александр Солженицын, писатель, нобелевский лауреат 70-го года, академик Российской академии наук. А в 1922 году Николай Озеров, заслуженный мастер спорта, 24-кратный чемпион СССР по теннису, народный артист России, известнейший спортивный комментатор, многие изречения которого стали крылатыми. Ну, например, такой хоккей нам не нужен. В 1930 году родился Жан-Луи Трентиньян, французский актер и режиссер. А в 1944 году Джанни Моранди, итальянский певец и музыкант, первооткрыватель перестрочного итальянского гастрольного бума в СССР. В 1954 году родился Андрей Макаревич, певец, композитор, актер, лидер группы «Машина времени», телеведущий человек, который оказал огромное влияние на многие поколения, в том числе и на мое. С днем рождения, Андрей Вадимович! И о некоторых событиях этого дня. В 1699 году император Петр I учреждает Андреевский флаг в качестве официального флага российского военного флота. Это полотнище – главный кормовой флаг российского военно-морского флота. Он представляет собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное по диагонали из угла в угол двумя голубыми полосами, которые образуют косой крест. На таком кресте по преданию принял мученическую смерть апостол Андрей. 1844 год. В Бостоне Горос Уэллс впервые использует зубоврачебные практики как средство анестезии веселящий газ. Опыт оказался не совсем удачным. Через два года его партнер Уильям Мортон с успехом применит эфир. В 1852 году в Париже открывается цирк Наполеона, ныне старейший из действующих в мире. Импресарио Луи де Жан приобрел участок в сердце города, между площадями республики и Бастилии. Там всего за 8 месяцев главный архитектор Парижа Жак Иньяс Иторф возвел здание. Правильный двадцатигранник диаметром 42 метра с цельным 27-метровым металлическим куполом без единой опоры. На открытии присутствовал лично Наполеон III, коронованный девятью днями ранее. После падения Второй империи цирк переименовали в зимний, поскольку летний в Париже уже был. 1871 год. В Петербургской академии художеств открывается первая выставка передвижников, живописцев и скульпторов реалистического демократического направления, которые входили в крупнейшее российское творческое объединение «Товарищество передвижных художественных выставок». Были представлены работы Крамского, Николая Гея, Шишкина, Василия Перова и другие. Главным хитом мероприятия, считают написанный незадолго до открытия экспозиции, пейзаж Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Выставка имела огромный коммерческий успех. От продажи картин было выручено до 23 тысяч рублей и чистый доход предприятия составил около 4 тысяч. В дальнейшем выставки передвижников проводились во многих городах России. А последняя, 48-я, по счету, состоялась в Москве уже в 1923-м. В 1931-м в Советском Союзе принимаются правила уличного движения. Приказом начальника Главного управления рабочей крестьянской милиции утверждены типовые правила уличного движения, на основе которых местные советы разработали и ввели свои местные правила уличного движения. Единых правил, которые бы действовали на всей территории СССР, не существовало до 1 января 1961-го. В 1991-м на встрече руководителей 12 государств европейского сообщества в голландском городе Маастрихте были подписаны документы о валютно-экономическом и политическом союзе этих стран. По Маастрихтским соглашениям, которые ознаменовали переход к новой фазе европейской интеграции, европейское экономическое сообщество в 1993-м году прошлого века было преобразовано в Европейский Союз с единой паспортной системой, та самая Шенгенская зона, а с 1 января 1999-го года и с единой валютой евро. Ну и еще одно событие более подробно. 1730-й год. В Москве появляется постоянное уличное освещение. Тогда Сенат, готовясь к коронации Анны Иоанновны, повелел установить их на центральных улицах города и в немецкой Слободе как часть праздничной иллюминации. Регулярному же освещению Москвы положил начало указ императрицы Анны Иоанновны о сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей. Он вышел в конце 1730-го года, когда двор императрицы находился в Первопрестольной. Было велено установить на центральных улицах, на столбах и по стенам домов через каждые 10 сажений фонари со стеклянным колпаком и с нитяным фитилем, заправляемым не свечкой, а маслом. Обязанности по их заправке и починке, так же как и связанные с ними расходы, были возложены, как это обычно тогда водилось, на мирных обывателей. Да будет свет! С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.